ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Раньше на этом сайте можно было только зарегистрироваться только тем людям, кто получал официальное приглашение на этот сайт. Но потом с тех пор появилась здесь вот такая вот кнопка латышская, как «Регистрируйтесь». «Регистрируйтесь» — это по-латышски обозначает «регистрироваться», точно так же, как и по-русски. И то есть вы теперь можете самостоятельно нажать на эту кнопку и зарегистрироваться. А раньше это можно было сделать только по приглашениям, к сожалению. Но вот сейчас мы откроем мою страничку и посмотрим, как же этот сайт выглядит. И из чего он состоит. Так, вводим мою электронную почту. Постой электронной почты. Вот он меня спрашивает. Но мы сейчас зайдем под моей почтой. Ничего страшного. Пароль я вам не скажу. Ты не дурак такой. Зайдем сюда. Так. Вот и все. И нажимаем на кнопку «Ент», то есть «Зайти». Вот как вы можете видеть, этот сайт еще он отсчитан на русский язык и на английский. То есть вы можете спокойно, если вы не знаете латышский язык, заходить сюда и знакомиться с разными красивыми латышками. Или там, не знаю, с кем угодно. На этом сайте вообще кроме латышей сидит еще полмира. На самом деле. У меня очень много здесь иностранцев есть со всего мира. Вот. Это вот мой главный профиль на этой страничке. И вот я вам покажу, что нужно нажимать. Потому что данные приложения работают доступно только на латышском языке. И видите, вот здесь вот написано «Spellers». «Spellers» — это по-латышски «Игры». Вот. И стрелочка вниз указана. Нажимаем на вот такую вот картинку «Aquarius Passal». Можно это найти в списке разных приложений. Просто набирайте «Aquarius Passal». Так вот там будет окошечка, там где вот список всех игр. Вот я сейчас вам покажу. Вы набираете «Aquarius Passal». Вот здесь вот все латышские игры. Вот видите. Вот это все мои игры. «One Spells». То есть обозначение. Так. Сейчас я «Spellers». И выбираем «Aquarius Passal». И сейчас я вам демонстрирую моих рыбок. Эта игра, короче, ее главная цель — кормить рыбок. То есть вы за виртуальные деньги заводите себе рыбок разных. И потом их как бы кормите. Ухаживаете за ними. Вот. Я в детстве тоже такую игру играл. Аналогичную на этом же сайте. Вот. Только она называлась по-другому. «Aquarius Passal» — подводный мир. Водяной мир, точнее. Вот. А потом через пару лет эту программу закрыли полностью. Не знаю почему. И вот я недавно, позавчера, завел себе новый аквариум. Смотрите. Вот. И открывается такое приложение. Видите? И вот уже игра начинается. Вот у меня появилась такая вот рыбка. Ага. Красивая. Посмотрите. Стала доступна, точнее. Ну вот. Видите? Это аквариум. То есть я могу этих рыб постоянно кормить. То есть в чем прелесть этой игры? Что сам владелец этого аквариума, то есть пользователь, вообще может не знать, когда рыбки захотят кушать. Это типа тамагочи такого. Это типа заводите питомца, и все время нужно смотреть за рыбками, чтобы они как бы не умерли. То есть кормить их постоянно, покупать разные вещи. Вот. Как дальше здесь идти? Например, ну, сделаем на весь экран это приложение. Думаю, что получится у нас. Так, у меня что-то заело? Нет, не заело. Ну вот. Сейчас, одну минуту. Надо, чтобы просто посмотреть на них во весь экран. Так, ну ладно. Раз не получается. Раз кнопки управления нет, значит, ну, блин, так. Также можно, смотрите, покупать разные рыбки. Вот видите? Вот есть в Глупе такая рыбка. Это очень провольная, самая быстрая рыбка в мире. Она очень быстро плавает умеет. Кстати. Вот. И вот здесь вот указан уровень. С каким уровнем мне можно эту рыбу приобрести? Вот это вот самое главное, что вам нужно знать. И вот это вот цена, за которую я могу рыбку мою купить. То есть, она стоит буквально 30 золотых монет. Дальше смотрим. 45. И здесь вот есть также описание. То есть, под каждой рыбкой есть такая кнопка, как информация. Видите? Когда я нажимаю на эту кнопку, я хочу купить. Мне компьютер спрашивает, ну, первых язык-то нет. То есть, купить рыбку. Рыбку. Видите? Она так плавает красиво. И здесь трехмерное изображение. И вот здесь есть кнопка информации. То есть, вы, кто знает латышский язык, тут все подробная информация. Как она, ну, ее физические размеры, там, и все остальное указано. И сама информация. Кто знает латышский язык, может прочитать эту информацию. Вот. Или... И выбираем Zens. Zens это по-латышски мальчик, а Meitene это девочка. Вот. Можно выбирать разных рыбок. И, то есть, потом ждать, когда они будут скрещиваться. Если рыбка хочет скрещиваться, она подает определенный сигнал. Вот здесь вот в окошечке мы указываем количество, сколько рыбок мы хотим приобрести. Вот. А вот здесь вот цена. И все. Нажимаем на кнопку Open. Например, купим рыбку сейчас одну. Аквариум максималозыфтенискальц. Он пишет, что в аквариуме, в моем аквариуме максимальное количество рыбок. То есть, видите, количество рыбок вот здесь вот указано. 12 из 12. То есть, мой аквариум рассчитан на 12 рыбок. Что для этого я могу сделать в данном случае? Вот я вижу, что есть рыбки, которые я могу продать. И нажимаю просто на кнопку Pardewod. Pardewod это кнопка, которая обозначает, что можно их продать. Или просто переместить в другой аквариум. Мы их в данном случае продадим и получим деньги обратно. Вот видите, и у меня автоматически я купил рыбку свою. И видите, рыбка появилась, и вот такой вот как бы кружочек появился, что она типа новая. И вот видите, вот этот вот значок обозначает, что рыбка хочет кушать. И давайте ее покормим. Во, дадим ей корм. Видите, как рыбки жадные все это съедают. Автоматически также здесь есть возможность в функциях самого плеера, например, можно сфотографировать моих рыбок, но рыбки еще хотят кушать. Видите, рыбка маленькая. Ну вот я купил рыбку, рыбку в принципе, и продал одну. Потому что слишком много таких рыбок мне не нужно. Также здесь можно покупать разные вещи. Посмотрите, вот, например, я нажимаю на магазин. И здесь кроме рыбок можно купить аквариумы разные. То есть на данном моменте мне только можно исправить некоторые аквариумы, которые вот здесь указаны. Дальше здесь идет фон. Я могу фон купить за определенные деньги, за жемчужины. Вот. Красивый вид поменять, например. Не знаю, вот. И здесь вот есть еще такие штуки, как предметы разные, декоративные. Можно купить террабок, чтобы красивый аквариум был в результате. Также есть аквены, то есть аквены это по-латышски камни. Вот. И кораллы. Ну кораллы тоже здесь красивые, посмотрите. Вот. И глэмеж вакки. Это ракушки разные. Растения. Ауки. И новые какие-то рыбки. Видите? Какие красивые. Вот это мне очень нравится. А. Видите? Он пишет, что мне необходим 268 уровень. Что бы я мог эту рыбку купить. Ну. В принципе, вот и все. И так же здесь есть, если вам нужно, например, вы много вещей купили, здесь так же предусмотрен склад. Например. Вот. Сейчас открываю склад. А вот вы можете также свои вещи переложить вот сюда. Точно так же, как и в Развинитеево, например. Там тоже был такой сундучок, куда вы могли свои вещи кладить. Вот. Разные. И потом из этого сундучка, как бы, можно свои вещи брать обратно. Ставить в аквариум. Вот такая вот социальная сеть. Прикольная. Так. Ну. Это что касается этой игры. Так что всем советую ее поиграть. Это очень прикольная игра, потому что здесь она воспитывает в человеке самоуверенности и ухаживания. Вот. Здесь вот так же есть мои друзья. То есть я могу список моих друзей посмотреть, с которыми я общаюсь в данной социальной сети. Вот. Видите? Тут все вот мои друзья. Так же здесь есть VSTLESS. VSTLESS – это письма, которые мне присылают. Так же есть... Есть, есть, есть. Что есть? Вот. Мой дневник. Дневник тоже могут как бы смотреть люди разные. Я туда могу всякие разные истории писать. Вот, например, я на прошлой неделе встретил латвичского музыканта. Клайдонис Марис в слог. Как это? В Молфи. Вот. Вот я и написал на латвичском языке целую стратегию, что я его встретил. И уже, смотрите, сколько... Четыре скаты им. То есть, у меня уже появились... То есть, вот это все люди, которые мою запись просмотрели. Так же здесь есть статистика. То есть, аденес – это у нас обои. То есть, обои. Тут можно менять, задавать, там, то есть, музыка. ТВ-программа. То есть, если вы живете в Латвии, то есть, очень удобно ТВ-программу смотреть. И так же можно такую функцию поставить, как «Ангодминаемость». То есть, напоминание. Так. «Пасагум». То есть, это мероприятие, галерея, дневники всякие. Ну да. И все. Ну вот. Мы закончили.